Продолжаем серию уроков «Поиск знаний». Знание имеет свои этапы. В этой нашей с вами встрече мы поговорим о последовательности и приоритетах на пути получения знаний. Последовательность во время получения знаний является одним из фундаментальных принципов на этом пути. К соблюдению приоритетов нас призывают аяты Корана и пророческая сунна. Так поступали сподвижники. Они заботились о том, чтобы все дела совершались в нужной последовательности, как того требует правило шариата. Последовательность. Это значит переход от одного этапа к другому. Известно, что знания — это огромное море. Поэтому, возможно, кто-то скажет, «Знание велико, а мои возможности ограничены». И потому мы говорим, «Бери знание поэтапно, и оно придет к тебе мало-помалу». Подобно тому, как здание возводится этаж за этажом, так же и люди по степеням перед Аллахом. В этих знаниях есть установленные этапы, и нельзя пытаться атаковать их одним ударом. Следует проходить эти этапы постепенно и соблюдать приоритеты. Так с чего же начинать? Постепенность, правильное начало, переход от стадии к стадии, и знание о том, что является наиболее важным. Это, по сути, один из лучших показателей правильного понимания на пути получения знаний. Юнус ибн Язид говорил, «Ибн Шихаб Аз-Зухри сказал мне, он был его учителем, «Юнус, не пытайся получить знания с лету, потому что знания — это многочисленные ущелья, и в какое бы из них ты ни вошел, твой путь завершится раньше, чем ты дойдешь до конца. Бери знание постепенно, ночами и днями. Не бери его охапкой, потому что тот, кто возьмет его охапкой, оттого оно и уйдет также охапкой». Это надо делать постепенно, день за днем и ночь за ночью. Ибн Абдул-Барк говорил, «Знания — это определенные этапы, переходы и уровни. Их нельзя миновать. И тот, кто перепрыгнет их за один раз, тот перепрыгнет путь праведных предшественников, да смилусь над ними Аллах». Так какой же мы должны взять себе девиз? «Что-то сегодня и столько же завтра по крошкам науку студент собирает. Так человек набирается мудрости, множество капель моря составляют». Как мы сказали, знания — это определенные этапы. Что значит «этапы»? Есть знания, которые являются личной обязанностью каждого. Есть такое, которое является коллективной обязанностью. А есть желательное знание. Например, знания о видах поклонения. В сфере поклонения есть вещи, которые каждый обязан изучить. Такие вопросы, как единобожие, чтение намаза. Каким образом совершать намаз? Разве есть мусульманин, который не обязан знать, как читать намаз? Разве есть мусульманин, который не обязан изучить, как ему совершать омовение? Такие знания являются личной обязанностью. Может быть так, что какая-то вещь является личной обязанностью для одного человека, но она не обязательна для другого. Как это? Например, человек решил жениться. Отныне он обязан изучить законы, связанные с бракосочетанием. А другой, наоборот, хочет развестись. Тогда он должен изучить все, что связано с разводом. Ведь таляк, развод — это не просто слова, которые бросил и пошел себе дальше. Другой человек хочет покупать и продавать. Тогда он обязан изучить законы торговли. Хорошо, это личная обязанность. А есть еще коллективная обязанность, фардуль-кифая. То есть, если есть те, кто выполняет это дело, то с остальных спадает эта обязанность. Сюда относятся такие вещи, которые требуются для сохранения религии в общем. Что же к этому относится? Заучивание Корана наизусть, изучение хадисов, или, например, наук, связанных с Кораном, хадисоведение, основы фикха, арабский язык, науки о передатчиках хадисов. В нашей уме обязательно должны быть те, кто делает это. Это обязательно. Но обязательно не для каждого человека. Также есть знания дополнительные, такие, как, например, углубленное изучение основ шариатской аргументации. Это все то, что не является даже фардом аль-кифая. Это скрупулезные подробности в определенных сферах знания. Естественно, честь и хвала тем ученым, которые могут охватить все это. И потому ученый важнее для человека, чем родной отец. Ведь отец, он отец по крови. А ученый — это отец твоей души. Отец души важнее отца по крови. Забота о знании и его поэтапное изучение крайне необходима для нас всех. Даже Коран не был не спослан одним разом. Аллах сказал, мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы не спослали его частями. Аллах не спослал его постепенно. Один аят за другим, раз за разом, на протяжении 23 лет, сообразно происходящим событиям. И это, то есть, постепенное получение знаний — это облегчение для людей. Это удобство. И необходимая снисходительность к людям. Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, это религия крепка. Так входите же в нее аккуратно. Входите же в нее аккуратно. Этот хадис передал имам Ахмад. Этот хадис с хорошим и снадом. Тот же, кто штурмует знания в спешке, куда? Куда же ты торопишься? Как сказал один поэт, может так, что шагая степенно, ты получишь того, что желаешь. А возможно, в спешке небрежной подскользнешься и все потеряешь. Человека, идущего аккуратно, вряд ли кто-то обгонит. А поспешный вряд ли кого-то догонит. Скорее, его догонит, а потом и перегонит. В итоге останется позади. Суетливость всегда сопровождается сожалением. Поэтому арабы назвали поспешность «матери всех сожалений». Должна быть постепенность, шаг за шагом. Так ученики должны обретать знания. Постепенно. Порциями. Понемногу. Глава за главой. Так знание усвоится и укорениться в голове, станет основательным. Хорошо, так с чего же мы должны начинать? Следует начинать с основных знаний, прежде чем занимать себя вспомогательными науками. Есть основные науки, такие как тафсир, единобожие, хадис, фикх. А есть вспомогательные знания, такие как языкознание, хадисоведение, принципы и правила фикха. Есть также определенные моменты в науке толкования, в принципах правоведения и в хадисоведении, которые тоже необходимо знать, чтобы была ясность в этих вопросах, дабы ученик не впал в заблуждение и не поскользнулся на этом пути. Многие люди ошиблись и заблудились, потому что не знали, что такое отменяющие и отмененные аяты. Или не отличали общие положения от частных. Откуда появляется сомнение? Если человек не различает между неограниченным и неограниченным,